В Екатеринбурге отметили день рождения цесаревича Алексея, сына императора Николая II. Он жил всего 13 лет, но познал за это время и болезни, и ненависть революционеров, и лишение свободы и предсмертной муки. Все это он претерпевал с Богом и стал святым, и сегодня к нему обращаются в своих молитвах и взрослые, и дети. При жизни члены царской семьи не превозносились перед народом, и после перехода в вечность принимают с радостью всех тех, кто к ним приходит. Поэтому на день рождения к цесаревичу в храм на крови собрались все желающие. Ирина Пономарева с подробностями. 12 августа 1904 года в семье царя Николая II и царицы Александры по молитвам к преподобному Серафиму Саровскому родился долгожданный и вымоленный наследник престола. Его воспитывали настоящим патриотом, добрым и чутким к чужим нуждам, и он непременно должен был стать выдающимся русским монархом. Несмотря на тяжелую болезнь, цесаревич Алексей страдал гемофилией, он был очень развитым и физически, и духовно. В день его рождения в храме на крови прошел детский праздник. Начался он с литературно-музыкальной композицией, а также знакомства с историческим и современным оружием. Я в войне, и мне разрешили поддержать. А зачем ты хочешь стать воином? Потому что я хочу биться на войне. Затем показательное выступление провели воркаут, и ребята, которые вместо того, чтобы сидеть за компьютером или приобретать вредные привычки, занимаются физкультурой на свежем воздухе. На этом празднике мы показываем детям генетические упражнения на турнике. То есть то, собственно, чем мы занимаемся, это развитием тела в условиях улицы, на турниках, брусьях и различных конструкциях. То есть сегодня праздник, посвященный дню рождения цесаревича Алексея. И он направлен на то, чтобы, так скажем, культивировать в молодежи духовное и физическое развитие, заставлять их как-то тренироваться, развиваться, работать над собой. Красивые упражнения на турнике привели подрастающее поколение в восторг. Кто-то загорелся желанием присоединиться к старшим товарищам и тоже стать сильным и ловким. А те, кто уже занимаются спортом, приняли участие в турнире по подтягиванию. 26, 27, 28, 29. Затем состоялась веселая эстафета, а также награждение победителей и болельщиков. Нас приехало сегодня 17 человек, это и старшие, и младшие ребята. Мы принимали участие в эстафете патриотической, посвященной дню рождения цесаревича Алексея. Сегодня это было у храма на крови. Самое лучшее ощущение, которое мы сегодня познали, это, наверное, сотоварищество, дружба, единение и, наверное, сплоченность, да, и любовь. Соревнования вот эти понравились, как мы там бегали дружно, там веселились, там прыгали. В то же время в храме на крови проходили различные мастер-классы по рукоделию. Я делаю ангела, у меня сестра цветочек. Мы с ребятами к именинам царевича Алексея изготавливаем открыточку, посвященную дню ангела. Ребята могут ее подарить как своим друзьям, маме или кому-то еще. В завершение, как и полагается на всяком дне рождения, обе группы – участники спортивно-патриотического турнира и те, кто осваивал рукоделие, приняли участие в общей трапезе.